Дорогие друзья, вы увидите сейчас видео, репортаж, и я очень хочу, чтобы выводы вы сделали сами. Я не делаю никаких выводов. Я знаю, что последует обвинение, что я свожу счеты, или это фейки, или информационная война, и много другого еще чего напридумывают, но моя совесть чиста, я знаю свое сердце, я знаю, почему я это делаю, я знаю, что так жить нельзя, я знаю, что нашим молчанием предается Бог. Я скажу больше, предаются люди, которые нам с вами поверили, пошли за нами, пошли к Богу, которых мы приводили к Богу, и которые в своем бессилии видят, что пастора знают, что епископа знают и молчат. Дорогие друзья, люди разочаровываются. Не от того, что я делаю, мое желание, чтобы церковь очистилась, чтобы церковь была невестой, чистой, без пятна и без порока, какой и желает ее видеть Иисус, наш Спаситель. Поэтому посмотрите и сделайте свои выводы сами. Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесным». Сегодня у нас в гостях Соня Мартьянова. Соня, доброе утро, да? Доброе. Доброе ли? Ой, слушай. Да, доброе, доброе. Конечно, ты пост в соцсетях наделал много шума, он уже разбежался по всем соцсетям России. И я понимаю, что, возможно, какие-то вещи тебе тяжело рассказывать, но я понял, что ты готова рассказать свою историю. Расскажи немножко о себе, и потом мы перейдем к сути всего. Так, ну что, моя мама, когда я родилась, еще не была в церкви, но где-то, когда я была совсем маленькая, уже обратилась в церкви, была служителем церкви. Я была тоже в церкви, пела в хоре, была в прославлении. Буду перебивать. Это церковь Божия, в Царицыно, которая, да? Да, ну сначала у нас была своя церковь, честно говоря, даже не помню, как она называлась. А потом мы присоединились к церкви Божией. А, у нас называлась Москале, по-моему. Вот. Мы потом, да, присоединились к церкви Ковчег. Там моя мама была пастором. Я сейчас, может быть, неправильно как-то это говорю. Ну, в общем, она была помощником Сергея Васильевича Реховского. Я росла вот в дружбе с его семьей, в кругу детей, в его доме. Я жила у них в доме там летом. И поэтому мы много времени проводили вместе. Там, не знаю, ездили на какие-то пикники, шашлыки там и так далее. Вот. И вот когда мне было 12 лет, Олег Реховский, старший сын Сергея Васильевича, подвозил меня домой. И когда он меня дает до дома, он начал меня трогать. Там я была, наверное, в каких-то шортах или сарафанах. Я не знаю. Но у меня были какие-то голые коленки. Ну, мне было 12 лет. Я думаю, что это нормально. Вот. Я очень удивилась, потому что, да, я выросла в церкви. И для меня было очень удивительно, что как может мужчина вообще дотронуться до женщины. То есть я всегда думала... Ну, я же маленькая была. Я думала, что это все происходит уже после свадьбы. Поэтому это для меня был шок. Что для меня может кто-то дотронуться. Вот. И, ну, то есть я его спросила, нормально ли это. Так как он был намного старше меня. Там на 8 лет, наверное, получается. То есть мне где-то там 12 было. Ему, наверное, 20, получается. Вот. Он сказал, что да. А что такого? Это все классно. Трогать, наверное, друг друга. Вот. И я, когда была маленькая, подумала, что, ну, это вот такое внимание ко мне. Это же мой друг. Так скажем, даже друг семьи. Вот. И после этого, ну, то есть это вот так открылись такие вратаники. То есть он постоянно меня потом куда-то подвозил, провожал, находился рядом. И, да, дотрагивался до меня. Вот. Естественно. Ну, может быть, не совсем естественно. Но я просто влюбилась в него. Вот. Потому что я другого такого вообще никогда еще не видела, не встречала внимания. Вот. На этот момент он уже был обручен со своей женой. Наверное, они сейчас женаты, я думаю. Вот. Он мне, как бы мама сказала, морочил голову. То есть он мне рассказывал о том, что он не любит эту свою невесту. Что это такой брак, который устроили родители. А вот я – это та, которую он любит и хочет со мной быть. Вот. Я во все это верила. И что? Потом они поженились. Вот. Я думала, когда они поженились, то что все. Ну, они же поженились. Какая любовь между нами может быть. Но нет. Как только он поженился, он продолжил все весь интерес и вот эти вот трогания и флирт в мою сторону. И потом в какой-то момент, где-то через год, у него было на тот момент уже там 14 лет, вот, его жена уехала в какую-то конференцию. И мы занимались сексом. Переспали, так скажем. Вот. Но это как бы было вот не то, что там каждый день. Я, ну, может быть, это понятно, то, что с моей стороны это тоже какой-то грех. Ну, просто вот я, так как человек, которому сейчас уже много лет, понимаю, что да, я неправильно себя вела. Но мне же было так мало лет, я просто даже не знала, как себя по-другому вести. То есть я не говорю, что я не грешила. Конечно, грешила. Я думаю, что я за это отвечаю до сих пор. Вот. Ну, просто я... Почему есть даже там какая-то уголовная ответственность за развращение малолетних? Потому что человек в таком возрасте не может адекватно эту ситуацию решать. Например, там, почему я не сказала это маме или еще кому-то? Ну, потому что я была, наверное, влюблена, и этот человек казался мне Господом Богом. Вот. Одновременно мы оба состояли, кстати, в группе прославления. Я там пела, он там играл на клавишах. Вот. То есть это все такое вот грязное. Человек женат, мне малолет. Мы в группе прославления, и мы вроде бы такие святые люди. А в итоге это все не так. Это все ложь и грязь. Ну, в общем, еще пару лет где-то продолжался наш такой, так скажем, роман. Какие-то отношения. То есть никто этого не знал, даже не подозревал. А может быть, подозревал, но не хотел это как-то вскрывать. То есть я, допустим, там приезжала, опять же, в дом к Сергею Васильевичу, как маленькая девочка. А на самом деле по ночам, когда все засыпали, мы вместе с Олегом проводили время. Ну, вот когда мне уже только 16 лет стало, я просто вырвалась из этого просто потому, что я пошла работать. У меня появился какой-то другой мир, кроме церкви и него. И, наконец-то, я могла с ним расстаться. Потому что до этого у меня просто даже не было других вариантов. Я не знала, что можно с кем-то еще общаться и где-то еще в другом месте быть. Ну, я ушла из церкви. И все, вот. И потом, периодически, раз в несколько лет, ну, то есть, как бы у меня болит эта ситуация, вот. И я много раз писала Олегу, я просила его, ну, писала о том, что мне больно, и я до сих пор переживаю из-за этого. Я просила просто попросить у меня прощения. Но человек мне вообще ничего не отвечал. Вот такая история. Ну, ты мне скинула уже эти скрины, которые... Да, да, да. Последний это был вообще вот сейчас, да? Ну, да, я вчера... Да, в том-то и дело, то, что вчера был опять очередной вот какой-то мой такой всплеск вот этих воспоминаний болезненных. Я перед тем, как написать свой пост и рассказать это, я опять написала ему, как бы, я его предупреждала. То, что ты понимаешь, то, что... Не то, что я тебя хочу там в чем-то обвинить, я просто хочу, чтобы... То есть, чтобы ты попросил прощения, чтобы ты признал, что ты был неправ. Вот. Но человек меня игнорирует. Поэтому я решила, что, может быть, так как-то сработает. И он, наконец-то, может быть, увидеть себя со стороны, может быть, так как-то. Соня, ну, тут нельзя сказать, что он неправ. Это вообще статья уголовная за педофилию. Он разращал... Ну, да, к сожалению, в России это невозможно. Столько лет спустя я вот сейчас разговаривала с мужем, всю эту ситуацию сейчас рассказала. И просто, к сожалению, тогда еще были всякие электронные почты, которые у меня где-то там на старом компьютере. Это все было не в облаках, а там просто какой-то аутлук. Так-то у меня были, в принципе, даже доказательства этого, потому что у нас были переписки там, еще что-то. Но сейчас, к сожалению, у меня нет никакого доказательства вообще, кроме моих слов. Я думаю... Ну, то есть, да, для уголовной ответственности моих слов просто мало. Вот. Ну, для общественного суда, возможно, хватит. Соня, но я знаю, что ты не одна такая. Я сказала, что девочки, которые просто боятся. Ты уехала сейчас? Они просто не хотят. Они просто не хотят. Зачем? У нас у всех, естественно, семьи, дети. Зачем про это говорить? Никто не хочет в своем грязном белье копаться, в принципе. Потому что не знаю, почему я сама захотела. Подумай, почему ты решилась? Я решилась, потому что я говорю то, что я с Богом. И я... Все, что в моей голове я слышу, это... Ну, мне это говорит Бог. Я так считаю. Потому что я с Ним. Потому что я веду праведную жизнь. И со мной не разговаривают дьяволы. Не уводят меня в какие-то вещи. Если я так захотела сказать, возможно, сейчас даже происходит какая-то ситуация, которая разрешится в другую сторону, когда я сейчас это скажу. Вот о чем я думаю. Знаешь, для меня это большое удивление. Я знаю, что некоторые служители знали о твоей ситуации. И знают до сих пор о других девочках. И молчат. Я знаю, на канале ты видел, там у нас стоит главное интервью с одним православным священником, который цитирует и говорит, что молчанием предается Бог. Как ты думаешь, предают эти служители Бога и веру? И то, что они делают, тем, что молчат, знают и не могут говорить. Ой, я бы так не сказала, предают. Это просто политика. Церковь – это все равно политика. Это деньги и политика. И просто здорово быть таким святым. Но святых людей-то нет. Только Бог святой. Мы все грешные. И это нормально согрешить? Нет никакой проблемы? Я просто не понимаю. Ну хорошо, ты согрешил. Ну и ты просто покайся и все. Какие проблемы? Нет же там, Бог же говорит, что кто без греха, пусть первый кинет в меня камень. Нет таких людей. Просто я за свои грехи каюсь постоянно. Даже по многу раз. Почему бы не покаяться и другим людям? Слушай, а когда твоя мама узнала? Она узнала недавно, когда я уезжала из России. То есть я поняла, что я уже навсегда уезжаю из России. И ну вот это было три года назад. Мне было уже 33 года. Возраст листа, кстати. Я только тогда решилась ей рассказать. Она вообще не знала этого. Ну она, конечно же, в ярости. Не про меня, естественно, про человека, который так поступил со мной. Но опять же, я считаю, что это просто политика. Что ни она, ни ее церковь не хотят вступать в борьбу с сильными политическими игроками в евангельской церкви. А как ты думаешь, сам Сергей Риховский, его отец знал об этом или мама? Нет, не знал. Мама, наверное, а папа нет, мне кажется. Почему ты так думаешь? Ну почему-то мне вот кажется, что папа хороший. То, что там по классический жанр, когда жена всем управляет. То есть, он добрый души человек, но на мой взгляд, я не знаю, правда ли это. Ну вот, мне кажется, что Сергей Васильевич, он добрый человек, а вот жена его, такой серый кардинал, там серьезный очень, который вот это вот все... Ему говорит то, что он говорит, скорее всего, говорит, это жена его в первую очередь. Я так думаю. Когда ты своей семье сказала? Когда твой муж узнал об этом? Так как мы не какие-то религиозные люди, я не считаю, что это проблема, это просто история. Муж мой знает обо мне абсолютно все, и это абсолютно никого не смущает. Мы не религиозные, мы не в церкви, это как бы не какая-то проблема. Но для него не было это шоком, что сын священнослужителя, которого сегодня называют и пастором, и епископом, и амиридоликой... Для мужа моего нет. Он у меня очень добрый человек, любящий и прощающий. Поэтому для него... Ну нет, для него это нет шоком. Он просто меня любит, ему все равно. А что он сделает? Как он меня защитит просто? В принципе, никто никак не может меня никак защитить. И вот у меня вот это... Почему мне вот так больно? Потому что вот есть вот это ощущение какой-то брошенности. Что не было какого-то у меня там... У меня есть брат, но тогда он был не в церкви. Что нет брата, нет папы. И никто не мог прийти и просто заступиться за меня. Не то что там физически, а просто хоть как-то, чтобы я почувствовала, что меня кто-то любит и защищает. Другой мужчина какой-то. От этого, наверное, так больно, я думаю. Все эти годы ты живешь с этой незаживающей раной? Ну, да. Аня? Я не знаю, как кто-то поймет или нет. Ты выставила, когда в Фейсбуке написала метут. Ты увидела, наверное, да, что в США это движение... Я давно это хотела сделать, да. Я на самом деле писала. У меня был раньше блог, и я писала, и просто там имен не назвала. Я эту ситуацию уже рассказывала. Вообще я ее так и рассказываю. То есть вот мне там уже обличители подъехали. Я не считаю, что своим рассказом я обличаю церковь. Церковь тут совершенно ни при чем. Это не значит, что церковь плохая. Нет. И даже, что он плохой. Просто я считаю, что каждый может совершить плохой поступок. Но он должен покаяться, попросить прощения. И все. Больше ничего абсолютно не требуется. Соня, ну это же продолжалось несколько лет. Потом все это в доме и при жене происходило. Да, ужасно, отвратительно. Я не знаю, как он живет. Видно, он тебя боится. Что же я знаю? А что меня боятся? Ну вот боялся, наверное, до тех пор, что ты однажды расскажешь все. Ну просто вот даже тех девочек, которые я знаю, которые он параллельно вместе со мной вот это вот морочило всем голову и там, я не знаю. Вот точно по такой же семье все происходило. Они просто тоже все красивые, уверенные в принципе там. Ну то есть не какие-то люди, которые вот могут промолчать. Просто это такое вообще вот реально. Ну вот я думаю, что да, это все-таки бог. Потому что я не знаю, зачем я вдруг решила это рассказать. Вот блин, вот правда есть такое ощущение, как будто сейчас какая-то девочка в опасности. Вот серьезно. Я не знаю, почему она есть. Просто даже сейчас я это говорю, какая-то вот есть в этом уверенность, что кто-то может быть в опасности. Ну скажи, девочки вот, которые увидели уже все это, написали хоть кто-то, ну в личку куда-то с собой переговорили? Нет, пока мои вот эти, я знаю две девочки, которые были со мной тогда в церкви, они мои ровесницы, вот, которые тоже именно вот вместе с Олегом это все там пережили. Они не написали, потому что я думаю, они просто еще не проснулись, только я так рано просыпаюсь. Я же это поздно очень вечером написала. Вот, я думаю, что напишут обязательно. Соня, ну ты же понимаешь, что это очень серьезное обвинение, да? Да, я, конечно, я понимаю. Так это очень серьезная игра, потому что я стала сама уже мамой взрослой, у меня уже сыну 15 лет. Я представляю, вот, ему 15 лет, он ребенок, а мне было 12, 12, господи. Я просто, понимаете, это вот только когда ты сам становишься уже родителем, вот. Вот, такого возраста ты вдруг понимаешь просто, кто был человек в 12 лет. Ну, серьезно. Ну, это ребенок. Соня, сын твой только узнал вот из этого поста, или ты сначала поговорила со всеми? Нет, сын, он не знает этого. То есть для него он сейчас только все это узнает, и для него это тоже будет шоком? Ой, вряд ли он узнает, он совсем в другой среде. Ну, а даже если он узнает, нормально, переживет. Ну, он разумный мальчик, а что такого? Да нет, ну, правда, ну, я понимаю, ну, это серьезная ситуация, но дело в том, что у всех, я думаю, в жизни происходит какая-то серьезная ситуация. Вот она произошла. Это просто сейчас как бы такое, это сухие факты, и все, без эмоций особо. Ну, вот когда ты вчера опубликовала, никто из семьи Ереховских не выходил на тебя, не пытается, ну, как бы, надарить? Нет, я написал Жене, вот, средний, ну, через, там, вот, Олег, потом идет Эдик, и потом Женя. Женя мой ровесик, он мне написал, но он просто, как это правильно сейчас сказать, корректно. Ну, просто он хороший человек, он не понимает какой-то ссоры там, ну, то есть он думает, что это, ну, вот, просто там какая-то ссора, то есть он не осознает серьезность всей ситуации. Вот, поэтому он мне просто, ну, какую-то чушь пишет про то, что, какая-то чушь, реально, куча железа, пока горячо, ну, да, просто это поговорки не подходят к этой ситуации. Ну, да. Да, она совсем про другое, поэтому я просто не могу на него обижаться, я просто знаю, какой он человек, что он, ну, немножечко такой блаженный, вот, поэтому, ну, что тут? С плохого ничего он мне не написал, он просто удивился и, как бы, в шоке, вот, хотя это все так же происходило, ну, на его глаза, грубо говоря, он просто этого не видел, так как он, ну, ну, просто на это никто не обращал внимания, никто не мог поверить. Я говорю, мы были просто друзьями, вот это, мы дружили с семьями, и мы были как братья, там, брат с сестрой, и никто не мог понять, увидеть, что там что-то сверху есть. Ну, сейчас, я думаю, они постараются, ну, превратить это все, что ты врешь, кредитировать. Ну, понятно, что я не вру, ну, господи, ну, просто я вот всегда думаю, ну, такой же не придумаешь, и зачем мне это, я даже не в церкви, зачем мне врать, с какой целью просто. Поэтому я уверена, что те, кто хотят поверить, они поверят. Перед постом своим ты маме позвонила, сказала, что ты сделаешь это? Да, я ей написала, я сказала это все. Ну, все то же самое, что я уже рассказала, что я много-много раз добивалась от него какого-то прощения, и также я у мамы просила какой-то защиты, защиты от ее церкви, чтобы какое-то было все-таки вот разбирательство. На что она мне сказала, что они не могут ничего сделать, и я сказала, тогда я напишу пост. Она сказала, ты молодец, да, так и сделай, и сейчас уже она с утра увидела этот пост, и писала, ты мой герой. Главное, мамино одобрение. Мне вообще мама самая главная. Да, Соня, да. Твоя мама удивительная женщина. Очень любимая, самая лучшая. Она продолжает служить церкви, делает это. Да, конечно, да, да. Мама супер. Вот брат у меня старший тоже пришел в церковь несколько лет назад, хотя ему вот уже 45 лет. Очень я рада, он так активно служит. Я удивлена вообще невероятно. Но вы с мужем пока не в церкви, но ты ищешь, да, свой путь? А мы не в церкви, потому что со мной произошла эта ситуация. Мы не в церкви, я боюсь туда приходить, потому что мне кажется, что там вот вместо того, чтобы там была просто любовь и люди, которые любят друг друга, и все там классно и здорово, вместо этого там вот эти постоянные политические игры. И как-то здесь вот я не иду. Вот из-за этой ситуации ровно из-за этого. С удовольствием бы пошла. Но у меня прям вот не идут ноги. Но мы с Богом молимся и живем, в принципе, правильно, мне кажется. Тяжело с этим жить? Да-да, противно просто, как-то мерзко. Могло же все по-другому сложиться. Вот у меня есть старшая сестра, которая, они тоже были в церкви, и муж у нее из церкви, когда ты детственная и чиста, и твой муж тоже детственный и чист, и вы женитесь, и у вас такая прекрасная жизнь, а меня как-то потаскало по жизни. И мне от этого мерзко, ведь все могло быть по-другому. Субтитры создавал DimaTorzok